Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Завершился месяц Рамадан, и сейчас, я думаю, самое время поговорить о том, чего мы достигли и приобрели в течение месяца Рамадан. Для того, чтобы не оказаться в числе тех людей, которых Всевышний Аллах не любит, а Аллах не любит тех людей, которые нестабильны в своем поклонении Всевышнему Аллаху, которые берутся за что-то благое, за какое-то поклонение в отдельный какой-то период, а потом обращаются вспять. И для этого нам необходимо подытожить все то, что мы приобрели в течение месяца Рамадана, для того, чтобы сохранить эти достижения до следующего Рамадана. Одним из главных наших приобретений, достижений можно назвать терпение, сабр. Сам месяц Рамадан посланник Аллаха в одном из своих хадисов называет шахр ас-сабр, то есть месяцем сабра. Так как в этот месяц мусульманин проявляет терпение, терпение в воздержании от еды, от питья, от всего того, что нарушает его пост, и ему это удается. В этот месяц каждый находит силу воли для того, чтобы воздержаться от того, что Всевышний Аллах порицает, от того, что может урезать наше вознаграждение за наши посты, такие как сквернословие, грубость, повышение тонов и так далее. Из многих, из многочисленных словесных грехов. Этот месяц, месяц сабра, потому что именно в этот месяц мы проявляем все виды сабра. Сабр в воздержании от порицаемого, сабр в усердии и поклонении Всевышнему Аллаху, и сабр перед предопределениями Всевышнего Аллаха. И этот месяц, месяц закалки всех этих видов сабра. А сабр — это основа всякого благодеяния. И поэтому Всевышний Аллах в Священном Куране говорит, «Аудзу билляхи мина шайтаан ра-раджиим, «Иннама ювафа сабируна аджрахум би гайри хисаб». «Воистину терпеливым будет записана награда без хисаба, без отчета». И то терпение, которое мы проявляли в течение месяца Рамадан, нам необходимо сохранить на всю оставшуюся жизнь. Особенно в связи с этим хочу обратить внимание на наш менталитет. Менталитет нашей молодежи, которая проявление сабр, проявление терпения воспринимает как слабость. Когда как раз таки наоборот, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, в своем хадисе, когда он обратился к своим сподвижникам и спросил, «Знаете ли вы, кто по-настоящему силен?» Сподвижники сказали, «Это тот, кто способен физически перебороть другого». Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва 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 салли Аллах урок или достижение которое мы достигаем в течение месяца рамадан это уроки богобоязненности это то для чего именно и предписан пост в этот месяц всевышний аллах священном уране говорит о гляне шейтон и рожим кутеба алейкум уссияму к маку тебя ля 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 вина мимка бликом для алла кунта таком и предписан вам пост как он был предписан тем кто был до вас для того чтобы вы стали богобоязненнее что такое богобоязненность это когда мы предпринимаем предостережение относительно всего того что может вызвать гнев всевышнего аллах это когда мы устанавливаем пространство расстояние безопасности между теми поступками между собой которые вызывают гнев всевышнего аллаха и об этом сказано в хадисе посланника аллаха саллаллаху алейхи вассалям малям яда кауля зури валь амаля биги фалейса лиллэхи хаджат он фи аня дата ама хуа шараба тот кто не воздерживается от сквернословия исследования за сквернословием то нет у всевышнего аллаха нужды в том чтобы этот раз воздерживался от своего от своей трапезы и от своего питья и этот урок урок для нас на весь год урок богобоязненности и тот храм который сумел воздержаться от всего дозволенного в течение всего месяца рамадан должен быть способен воздержаться от неодобряемого и порицаемого и пост после месяца рамадан от таких грехов как сквернословие сплетень рыбать а также и других тех грехов телесных грехов которые запрещены течение всей нашей жизни ведь господь месяца рамадан он же и господь всех остальных месяцев повторяюсь хочу сказать еще еще раз что месяц рамадан он возложен и предусмотрен не для того чтобы мы были богобоязненными только в месяц рамадан а для того чтобы мы приобрели заряд богобоязненности на все остальное время хотя бы до следующего месяца рамадан чтобы мы обновили усилили заряд своей богобоязненности следующий урок который нам преподал месяц рамадан это урок усердия в поклонении урок устойчивости и стабильности в поклонении скажу мы все устремились за той наградой о которой посланник аллах ассаллаху алейхи вассалям в своем хадисе сказал но сама рамадана имена на ногти саба эфира лагу мата поддома мин зомби воистину тот кто пропастится в месяц рамадан с верой во всевышнего аллаха и в надежде на его награду будут прощены ему все те все прежние его грехи на что следует обратить нам внимание относительно нашего поклонения всевышнему аллах нам зачастую кажется когда наступают с приближением таких месяцев как рамадан каких-то благословенных дней и ночей что нам следует проявлять особое усердие в поклонении всевышнему аллаху которые мы не проявляем иное время давайте зададимся вопросом что всевышнему аллаху милее и что всевышний аллах больше одобряет и любит вот например совершать уединиться освободиться от всех занятий и посвятить один месяц поклонению всевышнему аллаху и потом выйти из этого или всевышнему аллаху милее и для и и полезнее для нас стабильно совершать определенно несколько или же одно поклонение согласно хадисом пророка соли аллаху алейхи вассалям а в которых из которых вытекает следующий вывод что всевышний аллах более приветствует то поклонение которое раб совершает регулярно а еще раз я лавана передает что посланник аллаху алейхи вассалям а вошел пришел к ней а рядом с ней была одна женщина я еще сказала что эта женщина проявляет большое усердие в своих молитвах и тогда посланник аллаху ассалям сказал погодите остановитесь сказал он ма алейкума тут и он вы держитесь за то что вы способны делать по валахи лая молю хатта там алю воистину всевышний аллах клянусь аллахом неутомим даже если вы утомляетесь вакана ахабба дине или и ги мадама алейхи сахи богу сказал посланник аллаху самая любимая всевышнему аллаху из исповеданий этой религии это то над чем усердствует регулярно араб также в другом хадисе посланника аллаху саллаллаху алейхи вассалям сказано ахаббуль амали или аллахи адвамуха ва инкалля самые любимые всевышнему аллаху из поклонений это самые регулярные адвамуха то есть те которые регулярно раб совершает даже их даже если их мало вот например вы в месяц рамадан смогли участвовать на коллективном намазе утром и ночью вот вы взяли для себя как урок не прерывать эту добрую традицию эту это богоугодное дело и после месяца рамадан вот это можно действительно назвать большим достижением месяца рамадан а если вы еще сможете не пропускать в коллективе ни одну молитву то есть устроить график свой рабочий режим своего дня таким образом то есть построить устроить это вокруг этих пяти молитв быть всегда в курсе расписание пятикратных молитв совместить это с вашей локации и постараться совершать каждую молитву джамаате и это будет конечно намного ценнее и намного полезнее для нас и будет настоящим достижением месяца рамадан а также можно привести к примеру молитву уитр если вы в течение всего месяца рамадан совершали витр молитву ведь витр молитва это очень важная суннат молитва которая по мнению имама абу ханифы является ваджи бам то есть обязательным к исполнению и стараться его не пропускать по мере своих возможностей и это будет величайшим достижением ибо в хадисе посланника аллах ассалям а который передают о нем сказано что когда посланник аллах ассалям а начинал совершать какое-либо благое деяние ахбата написано в одессе то есть он его утверждал то есть утверждал в этом деянии искреннее намерение и утверждал его систематичность вот это очередной урок который нам преподает месяц рамадан течение 30 дней следующий урок который каждый из нас получил месяц рамадан это урок ихсана что такое ихсан ихсан это поклонение всевышнему аллаху так как будто он прямиком за тобой наблюдает а вот он действительно наблюдает за каждым из нас и чувство наблюдение ощущение наблюдение взора всевышнего аллаха за за собой это один из величайших уроков месяца рамадан ибо никому из нас не мешал никто нарушить пост таким образом чтобы об этом не знал никто и пост называет называют его даты лишь лес то есть поклонение искренности воистину пост может быть действительным только искренне и только искренние рабы всевышнего аллах могут поститься в этот месяц ибо обмануть общество очень легко относительно поста ибо пост не имеет какого-либо внешнего обряда кроме воздержания а твое воздержание известно только одному всевышнему аллаху ощущение постоянного взора за собой это величайшая степень степень которую который стоит стремиться которая нет которой необходимо стремиться и утвердить этот урок как никогда мы получаем именно в месяц рамадан всевышний аллах в священном куране говорит азу билля меня шайтан рожим вауа маку айна макунтум в аллаху бимата малюна басыр он вместе с вами где бы вы не находились и он ведает о том обо всем что вы совершаете следующий урок месяца рамадан это урок милосердия именно в этот месяц каждый мусульманин старается проявить максимальную щедрость следуя за посланником аллах саллиллаху алейкум а о котором сказано адж уадо ма кунув и рамадан что посланник аллах своей farmer был ныщезарейшим в месяц рамадан но нельзя забывать о том что посланник roller салюллаху алейкум а был щедрым не только в месяц рамадан в месяц рамадан проявлялась особая шедрость посланника аллаха, которую сподвижники сравнивали с ветром, которое проникает всюду. И шедрость мусульманин, состоятельный мусульманин, который способен хоть чем-то облегчить участь, участь нуждающегося, страдающего, облегчить эту участь не только в месяц Рамадана. И порою наблюдаешь такое явление, когда мусульмане утешают себя тем, что они в месяц Рамадан сделали достаточно, забывая о щедрости посланника Аллаха в течение всего, всей его жизни. Посланник Аллаха не сказал никому слова нет. И это урок Рамадана. И частичку той щедрости, которую мы проявили в месяц Рамадан, хотя бы какую-то частичку сохранить на весь год — это наша задача. Следующий урок, в котором, я уверен, мы все нуждаемся, и который будет полезен не только для нашей духовности, для нашего имана, а также для нашего здоровья, это уроки умеренности в потреблении пищи. Аллах в Священном Коране говорит, «Аузу билляхи мина шайтанир-раджим, «Ва антасуму хайру лякум инкунтун та'аламу», «И пост полезен для вас, лучше для вас, если бы вы об этом знали, говорит Всевышний Аллах». Это говорит о чем? Говорит о том, что пост несет огромную, колоссальную пользу не только духовную, но и физическую. Также умеренность потребления пищи — это залог здоровья, залог и духовного здоровья, и физического здоровья. Мы очень мало обращаем внимания на следующий призыв Священного Корана, где Аллах говорит, «Аузу билляхи мина шайтанир-раджим, «Вакулу ва шрабу ва ля тусрифу инна Аллаха ля юхикбу лимусрифиин». «И ешьте, и пейте, и не излишествуйте», — говорит Аллах. «И излишество в потреблении пищи» — это то, что Всевышний Аллах в Священном Коране называет расточительством. И когда изучаешь комментарии к данному аяту, встречаешь следующий комментарий. «Аль-аклю фау-каш-шабе», — говорят одни, то есть есть, потреблять пищу после сытости. Другие говорят «Идхалу та'ами аля та'ам», — то есть поглощать, потреблять пищу сверх пищи. То есть у нас мы сначала потребили пищу, она еще не переварилась, мы не голодны, но мы, однако, продолжаем где-то перекусывать, где-то с кем-то за компанией сесть поесть, произнося при этом поговорки какие-то. Это все исрав. О расточительстве в потреблении пищи, к сожалению, мы умалчиваем и не говорим. А сегодня вся пищевая промышленность хочет, чтобы мы были ненасытными и чтобы мы постоянно потребляли пищу. А ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, жил в проголоде. Можно прямо смело сказать, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, любил голод, дружил с голодом. И, в Аллахе, сегодня наше спасение от многих наших болезней, таких как ожирение, таких как метаболический синдром, сахарный диабет, атеросклеротические всякие болезни, наше спасение в умеренности, в потреблении пищи и в голоде конкретно. А ведь посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышний предложил, согласно хадису, который передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, «Арадо алейя рабби, аньяджа аляли бадхаа макката захаба». Всевышний Аллах мне предложил, говорит посланник Аллаха, сделать для меня бадхаа, то есть местность Мекки, золотом. В другой версии передается, что Всевышний Аллах предложил посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, предложил ему два выбора. Стать правителем, царем пророком и рабом пророком. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал посланник Аллаха, который будет сыт один день и будет голоден в другой день. Также Аиша, ради Аллаху анха, говорит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, семья посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не ела досыта два дня подряд. Она говорит, что посланник Аллаха, семья посланника Аллаха, не наедалась ячменным хлебом два дня подряд. Также есть достоверные сведения о том, что в доме посланника Аллаха не разводился очаг несколько суток. Посланник Аллаха смиренно принимал этот голод и сегодня как раз таки нам этого не хватает. Несмотря на то изобилие, которое сегодня мы имеем, дорогие братья, умеренность в потреблении пищи, это залог нашего здоровья, залог нашей смиренности перед Всевышним Аллахом. И этот урок стоит отдельного ролика, отдельного внимания, о котором можно еще больше поговорить. И дай Аллах Всевышний нам усвоить, освоить эти все уроки и не обращаться спать после месяца Рамадан и простить нам всем наши грехи. Субтитры создавал DimaTorzok